Привет всем мои подписчики и зрители! В этом видео я расскажу, как сыграть мелодию из фильма «Кара всегда» или «Черная любовь». Итак, вся мелодия, она не сложная. Вообще состоит из двух частей, это соло и аккорды. Но в этом случае мы разберем именно соло, саму мелодию. Она вся играется только на второй струне. Вот, и звучит примерно так. Субтитры сделал DimaTorzok И мелодия затем повторяется. В принципе, она в процессе игры много раз повторялась. То есть здесь где-то 2 или 3 части, не больше. Начнем с самого начала. Начинается все с открытой струны. О, кстати, я подготовил табы для этой мелодии. Просто строчку написал в блокноте. Табы будут доступны в описании. Итак, начинаем. Открытая вторая. А нет, не открытая вторая. Зажимаем первый лад на второй струне и играем. Итак, начинаем. Зажимаем третий лад на второй струне. Зажимаем третий лад на второй струне. Зажимаем первый, третий, четвертый, шестой, восьмой, шестой, четвертый, третий, первый. Самое главное здесь это соблюдать ритм. То есть сначала идет как бы основной аккорд. И затем мы вступаем. Вот здесь будет изменение мелодии. То есть мы играли вот так. А теперь играем вот так. Шестой, восьмой, девятый, восьмой, шестой, четвертый. Получается. Затем опять. Третий, первый, третий, четвертый, шестой, восьмой, шестой и четвертый, третий, первый. Это первая часть. И в принципе здесь ничего нового больше не будет. Следующая часть, она играется, ну вступает, сейчас покажу как. И вместо того, чтобы сыграть как обычно, то есть вот так, мы играем. И вот здесь. Итак, начинается с открытой струны. Играем открытую вторую. Затем бьем по первому ладу на второй струне. Третий лад. Еще раз третий. Первый. Третий. Первый. Затем. Такая игра получается. Шестой лад. Зажимаем одновременно четвертый. Делаем срыв безымянным пальцем. То есть шестой лад мы делаем вот так вниз палец, чтобы сыграть четвертый. Это как лига получается. И третий лад. Первый. Опять третий. Первый. Третий. Первый. Вот здесь очень важен ритм. Теперь то же самое. Шестой лад зажимаем. И четвертый одновременно. Делаем срыв. Третий. Первый. Теперь четвертый. Третий. Четвертый. Третий. Восьмой. Шестой. Четвертый. Третий. Первый. Третий. И четвертый. Все. То есть это полностью произведение. Сыграю еще раз, чтобы закрепить навык. Мелодию точнее. Это первая часть. Вторая точно такая же. Это реприза. Потом третья будет точно такая же. Почти. Вот здесь идет изменение. И теперь заканчивается как обычно. Дальше все повторяется. Как сначала. Еще раз. Теперь будет небольшое изменение скоро. И как сначала. Потом мы снова играем. И в одном моменте мы просто меняем мелодию. И так далее. Вся мелодия, она будет отображена. И вы можете учить ее по описанию. По табам. Потому что именно в этой мелодии табы очень важны. Так как выучить ее без табов. Ну, можно на слух. В принципе. Я учил ее на слух. Но по табам, возможно, будет кому-то проще. Именно поэтому я делаю разбор. В принципе, все. Советов здесь особых нет. Потому что только ритма. Единственный совет этой мелодии. А так здесь ничего сложного. Насчет гитары. Можно использовать как гитару с железными струнами. Так и гитару с пластиковыми струнами. То есть, никакой разницы нет вообще. Кому что больше нравится по звучанию. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь. Скоро будет много нового и интересного. До новых встреч.